Саша, можно вопрос задать? Да, конечно. Я в воскресный эфир посмотрела только часть та половина, которая закончилась медитацией. Может быть, это Маслова, поэтому повторюсь, я не слышала. А вот мы будем медитировать на отношения, ну, доброжелательность к человеку. А вот у этого человека, у него будут улучшения в жизни? Не в отношении с нами, а просто вот станет ли ему от этого лучше? От нашей метамедитации, где он объект нашей метамедитации? Хороший вопрос. Вам станет лучше, ему тоже станет лучше, потому что вам лучше. Ну, допустим, у нас хорошее отношение и так. А вот ему в жизни станет лучше? В каких-то его делах? Ну, метамедитация, она не для этого предназначена. Но после медитации вы можете поделиться, мериться, то есть заслугами. И эти заслуги могут, могут, но не гарантированно, так скажем, помочь человеку. Это очень сложные такие вопросы. Когда человек делает хорошие дела, вот в Бирме, например, там человек, например, дарит что-то, и он сразу говорит садху, 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 что мы говорим. То есть это как бы слова, которые подразумевают, что человек мысленно делится заслугами. То есть он сделал хорошее дело, соответственно, он получил мерец, и он сразу этим поделился. То есть это можно наблюдать просто, не знаю, если вы на монастырь приедете где-нибудь в каких-то таких местах. Иногда даже на улице тоже такое можно заметить. Среди людей. Вот они там произносят саду, саду, саду. То есть если, например, не знаю, какой-то там знакомый или незнакомый им что-то такое вот поможет, как-то там подаст там или просто поможет дорогу найти, неважно, каким образом поможет, то они могут сказать саду, саду, саду. И вот это вот саду, 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 то есть это как бы они вот таким образом делятся вот этими так называемыми мерец, то есть заслуги это переводится на русский, ну то есть положительными потенциалами, которые он получает от совершения благородных дел, так назовем. Вот. Что касается, кому эти заслуги идут, это очень сложный вопрос, потому что, то есть мы можем направлять заслуги конкретным людям, но это не обязательно, не сто процентов гарантированно, что они именно, вот эти люди, которые мы им направляем, их получат. Но чем сильнее человек, вот в плане качеств, да, то есть которые развиваются медитации, тем больше, соответственно, его психическая сила, и тем больше вероятность того, что вот эти заслуги, так скажем, направленные для какого-то человека, они достигнут этого адреса. Возвращаясь к началу вопроса, сама по себе мета-медитация, то есть доброжелательность, она не, ну, как бы, она преображает твою душу. Вот. И таким образом опосредованно людям, которые рядом с тобой или далеко с тобой, ну, ты их знаешь. Но непосредственно она не делает их жизнь больше. Но заслуги, если вы в конце медитации мета поделились, потому что само по себе это действие очень искусное и создающее так называемые заслуги. Вот эти вот потенциалы положительные. И, так скажем, так как мы не только для себя этим занимаемся, то есть мы сначала начинаем с себя, но не, так скажем, все равно при этом эгоистическая цель, она отбрасывается в конце концов. И мы, когда помедитировали или когда сделали какое-то доброе дело, мы говорим саду, 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 и мысленно можно послать эти медицы, так скажем, просто со всеми живыми существами обычно делятся, но можно и адресатом. Но не обязательно, что адресат вот достигнут. То есть если какой-то, считается, что если какой-то дух, там, голодный, который рядом, очень часто вот возле таких мест, там, пагод или в монастырях, они привлекают какие-то такие души, которые хотят получить облегчение. Ну, эти души, они, естественно, не видны на таком плане человеческом, как правило, только люди, которые обладают видением. И поэтому, как скажем, адресат точно обычно находятся, потому что они не могут отличать человеческой формы в низших формах. То есть животное, очень редко бывает, когда животное собой держит, оно получает заслугу. Но, то есть вот целенаправленно, именно разумно, с намерением создавать вот эти заслуги, то есть делать хорошие дела может только человек. И поэтому, как бы, человеческое существо, как бы это на самом деле, вот, и в том числе, поэтому это считается, что это очень редкая форма существования, редкая в плане, как драгоценность. Вот, приводится такое, такое сравнение. Вот, на низших уровнях, там человек, вот, как бы, пока эта карма плохая, его, так скажем, не закончится, вот он будет там существовать. объяснил? Ну, это вот такие вещи, которые уже, естественно, наука и не объясняется. В статьях на тему пользы медитации не разбирается. Но это, так скажем, вот в этом измерении, где живут люди, которые этим занимаются, для них это является реальностью. мы же на самом деле вроде бы так живем все в одном человеческом мире, но на самом деле каждый живет в своих измерениях. Даже просто, если смотреть на национальные вещи и так далее, на всю эту ерунду. Вот. Поэтому вот так. Но, с точки зрения буддийской космологии, здесь 31 мир, план существования, существования, где, соответственно, сознание может присутствовать, может существовать. И, вот, так скажем, это, ну, с точки зрения христианства, это называется душа, но это вот, ну, как бы душа, это как некоторые неизменные субстанции, но на самом деле это, вот это то, что называется ум, сознание, вот, соединенное с энергией кармы, то есть с энергиями всех норов, всех действий, которые мы набираем за своей жизни. Вот, и оно продолжает катиться, вот, как оно запустилось, вот, с рождением оно находит воплощение, да, воплощение в материальной форме, и дальше вот оно катится, потом оно начинает, когда ребенок получает уже возможность к намеренным действиям, он, соответственно, начинает набирать новую положительную, отрицательную человека карму, который создает новую карму и так далее. Вот так это все бесконечно. Потом пока ресурс, то есть ресурс тела, это как бы кармическая данность прошлого. Вот, и оно, соответственно, как и любой кармический импульс имеет окончание. Вот, это называется длительность жизни вот в этом теле. Вот, но сам кармический импульс, так как мы постоянно продолжаем совершать действия на уровне тела, на уровне слов, на уровне мыслей, вот, все это продолжает бесконечно так вот двигаться. И потом мы, как бы, рождаемся, но, естественно, что мы не помним ничего. То есть для того, чтобы вспомнить, нужно уже обладать другими, так скажем, другими способностями психическими, ментальными, другим умом. Вот, это достигается за счет медитации, вспоминается про свою прошлую жизнь, но мы, как бы, просто, вот мы думаем, да, ну, то есть представьте, что, как бы, вот любого человека вы берете и представьте, что это вот в раз родились где-то, вот это можете вы быть. Но ничего не помните. То есть просто, как бы, оп, открыл глаза, свет включили и пошло заново. Детство, школа, институт, университет, работа, семья, женитьба, неудачная, удачная, и тогда дети, и первые признаки, так скажем, старения, расстройство, счастье, радость, несполдухи, все вот так вот перемешано, и вот так вот до конца жизни. Потом опять. Вот такой процесс. И в конце концов, если человек задумывается над своей жизнью, в какой-то момент ему может казаться это достаточно бессмысленным. То есть если он начинает медитировать, то для него вот это вот называемый концепт кармы, хотя это не концепт, это реальность, то есть концепт кармы начинает возникать у человека сначала на уровне такого вульгарного, вот как сейчас у нас используется на улицах и в йога-студиях. А потом это становится как его такой, знаете, как сердечная такая штука. Он не может, то есть он даже если бы хотел, он не может воспринимать эту жизнь без понимания вот закона кармы. Это происходит тоже во время медитации постепенно, потому что опять же человек начинает видеть причинно-следственные связи, все тоньше, 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 не только на уровне проекта, создаю, что-то добиваясь, но и на уровне мыслей, на уровне информации, которую он получает. Он видит, как на него все это влияет и начинает постепенно, так скажем, более избирательно подходить к выбору и окружения, и источников информации. И это происходит изнутри. не то, что мы прочитали где-то вот там медитация, типа информация, ученые доказали, что информация влияет так, так, так и так далее. То есть это хорошо, но это уровень интеллектуальная. Когда ты начинаешь видеть это как в себе, как на тебя влияет, это уже следующий шаг очень хороший. Но он возможен только в процессе вот этой внимательности и осознанности, то есть наблюдательности по отношению к себе наблюдательности и способностью, не способностью, а чтобы у него был опыт, с которым он мог сравнить вот свое состояние. А этот опыт он из медитации выносится. Он даже, да, можно вынести его из состояния какого-то глубокого покоя, не знаю, поехали на японский сад где-то посмотрели, чтобы не было людей. И вдруг человек может за это включиться. Вот, но может и не включиться. А в медитацию точно включиться. И у него есть вот уже начинается точка отсчета, система отсчета. Я такой, например, после медитации, и я другой. И где я себя счастливее чувствую. Вот, когда появляется у нас вот эта память, то даже если мы забрасываем на какое-то время медитацию, вот уже она осталась, эта память. Да, жизнь опять завертит, там, забросишь медитацию, но потом опять, когда какая-то боль начнет возникать, напряжение в теле, но не в теле, но в теле, в уме неважно болезнь, все что угодно, потери. Вот. И человек, он же чувствует боль в этот момент, и он может вспомнить, вот, а тогда-то я как себя чувствовал. Вот. Вот, в принципе, для чего мы эти курсы с вами и проходим. Вот, чтобы в нас создалось это хотя бы на уровне памяти, на уровне вкуса, точка отчета иного состояния, иного самоощущения, не основанного на достижении, а просто ты очистил ум, и ты себя по-другому чувствуешь. То есть это такое идет приближение постепенно к состоянию внечувственных удовольствий. То есть мы получаем удовольствие сейчас от всяких сенситивных вещей, то есть от сенсорики нашей, да, то есть красивая картинка, приятный запах или неприятный, там погладили нас, нам приятно, тело помассировали, тоже приятно, позаботились о теле, тоже приятно, музыку послушали, тоже приятно. Это не то, что в этом какой-то грех или еще что-то, вот такие понятия вообще. То есть да, можно этим получать и можно организовать свою жизнь так, чтобы заполнить всю свою жизнь этими удовольствиями. Но человек рефлексирующий, думающий, наблюдательный, он в конце концов начинает видеть, что это удовольствие очень-очень ненадежное. То есть опору на этом своей жизни искать можно, но в принципе мы этим занимаемся всю жизнь. Ментальное удовольствие, например, от статуса, того, что у тебя счет в банке хороший, и так далее. То есть да, хорошие вещи, но ненадежные. И после много-много жизни, когда мы за дня возвращаясь к этому энергии, вот этого сознания, за счет кармических действий всех, когда мы опять как-нибудь родимся, то есть человек проходит, проходит, вдруг он медитацию встречает, медитирует, опа, что-то в нем меняется. Потом он забывается, засыпает, забывает, просыпается, опять все по инерции как по этому кругу и начинает идти, и снова, и снова, и снова, и снова, и вдруг может возникнуть такая мысль о бессмысленности вот этого процесса. Это можно сделать в принципе и за одну жизнь, кому интересно. Но вот этот тогда-тогда, да, когда человек видит, что действительно за счет наблюдательности, за счет своего опыта, за счет рефлексии, то есть размышления о жизни, о том, как жизнь проходит, как люди живут, как я живу, за счет наблюдательности за собой, за другими. То есть эти факторы, не нужно думать, что медитация автоматически срабатывает. Она может сработать автоматически, но интенсивность нужна большая. Да, она накапливается. Это тоже эффект медитации. Вы должны понимать, ребят, что эффекты от того, что вы медитируете регулярно, они не сразу могут... Есть эффект, который вы сразу чувствовали, помедитировал, сразу чувствую. А есть эффект, который как бы возревает. Как бы вы выдавляете это семечко, оно где-то там глубоко-глубоко. Мы помедитировали, раз там удобрили, его там полили, потом опять засуха, потом опять удобрили, потом несколько там подряд. И постепенно-постепенно оно как бы начинает крепчать это ощущение иного чего-то. Как-то по-другому жить. Вроде бы как бы так же все, но по-другому. Вот это такой у нас процесс. Кому он интересен, welcome. Если вы пришли на этот курс, например, чтобы просто получить какие-то личные успехи, личные достижения, в этом тоже ничего плохого нет. Но просто я вас призываю, потому что медитация реально помогает ощущать карму, как называется. То есть плохие, я рассказывал эту метафору, что когда мы медитируем, мы поливаем хорошие семена, которые позволяют проявляться положительной кармы. Но не нужно об этом тоже думать, чтобы ждать. Нет, не нужно. Это само собой. Но как это работает, этот механизм? Когда мы делаем что-то не то, мыслим, например, даже неправильно, то мы как бы удобряем сердечки. Степенно, постепенно, то есть когда медитация, это больше та часть сада, где у нас плодовые деревья, то есть обстоятельства складываются, дуб более удачно, жизнь более легче протекает, более удачно протекает. но обычный человек, когда у него все выравнивается, он начинает очень часто, то есть он забрасывает эту штуку, возвращается по статистике просто. Так мы устроены, потому что нам нужно очень большие это называется слово английское клининг, по-моему, привязанность такие, потому что мы очень сильно завязаны на эти удовольствия сенсорные. Но если у вас уже появляется опыт получения удовольствия, не основанной на сенсорике, это как раз медитация только дает. Нет сенсорного. То есть мы же все сенсоры отключаем, мы закрываем глаза, мы стараемся не слышать, не отыкаться на звуки, мы не нюхаем. То есть мы как бы просто работаем со своим умом, который достигает состояние, в котором возникает вот это ощущение, которое приближается к тому, что называется пити, это первое тхьян. Но элементы пити мы уже можем почувствовать, когда мы или в медитации, или после медитации сразу пить. То есть это такое ощущение очень тонкого, тонкое ощущение приятное, оно может в теле ощущаться в медитации, как это по-разному, или как холодок такой приятный, то есть это переживание и даже через тело потом, на первое тхьяне оно может появляться. Или такая как будто с тебя ты нес мешок и потом сбросил его и такой вот так. То есть это может вот это пити такое переживание. Потом на второе тхьяне оно становится еще более тонкое. На третье тхьяне там пити исчезает, появляется насколько я помню в третье, там появляются уже элементы упека, ровность, равновесие, когда и это еще более несравнимое переживание оно вообще ни на какой сенсоре не построено. И тогда человек когда медитирует в него получается что он всегда может отдохнуть, он всегда может получить удовольствие не от сенсорных каналов, а от этого своего внутреннего источника, извините за высокопарные слова, в которой в человеке всегда он присутствует. Просто из-за того, что мы постоянно заняты, постоянно думаем, а там где мысли там будет нравится не нравится, а там где нравится не нравится, там будет напряжение. Всегда. Почему? Потому что если мне нравится я не хочу это, а если нравится я хочу это удержать. Оно не удерживается, сквозь пальцы протекает как вода. Вот это очень в таком простых словах весь механизм ума и нашей жизни, если не вдаваться в сложные какие-то модели объясняющие поведение человека. все очень просто. Нравится или не нравится. И где нравится не нравится, сразу начинаются загрязнения. Исходное загрязнение называется авиджи. Типа заблуждение. То есть мы не знаем. Мы не знаем реальную картину. Мы живем в таком сне. Мы живем загипнотизированные вот этими органами чувств и уму. И вот постепенно постепенно этот процесс за счет медитации, за счет изменения своего поведения, за счет щедрости, тоже очень важный момент, это все происходит. И на этом пути должна быть йога. То есть самообуздание. Понимаете? что такое йога? Кузда. То есть ты должен придерживать себя. Вот в чем-то. Это может быть все что угодно. Но нам даже на каких-то мелочах себе не хочется придерживать. Хочется сказать что-то в свою защиту, в оправдании еще что-то. Можно их сдержать. И это уже йога получается. На уровне поведения. Потому что у меня реакция пошла, это естественная моя реакция как я хочу или какая-то мысль вылезла. Это просто реактивный процесс. Вот такая мысль вылетит, которая соответствует этому сознанию и этой психофизической организации. А почему она соответствует? Потому что она есть продукт опыта, карма, опыта, действий, продукт всех совокупностей действий прошлого. И поэтому именно такая мысль возникает. То есть из этой области мысли, например, какая-то негативная мысль по отношению к человеку, еще к кому-то, обиды какие-то. То что возникает, все эти эмоции, они обусловлены. Обусловлены всей совокупностью нашего опыта, то, что составляет карму, в конце концов. То есть автомат, автомат. И он автомат. А йога начинается, когда ты стоп. Ты говоришь нет, нет, нет. Это автомат. Вот даже просто пусть ты будешь верить, что ты прав тысячу раз, но ты говоришь так, я же йогой занимаюсь. Это автомат. Легко опознать автомат. Это первая реактивность такая. Ее можно остановить. В этот момент случился момент йоги. С точки зрения йогического языка, который используется в антийской йоге, это увеличивает тапас. Это действие, которое порождает тапас, тапасию, то есть энергию, способность дальше еще лучше удерживать. Понимаете? То есть сейчас это свелось в основном про йогические круги, это свелось развитие тапаса за счет практики асаны. но нужно понимать, что это такой тупой тапас. То есть да, это дает энергию в любом случае. Это хорошая работа для повышения энергетического статуса. Но если мы не понимаем, что вот эта форма, просто одна из форм йоги, а самое главное йога раджа, мышление свое, то есть реактивность мышления или эмоции и так далее, это все мышление или удержание. И мы можем, даже вы можете не знать, занимайтесь вораджи йогой, не занимайтесь, даже слова такие не можете не знать. И многие люди на самом деле очень простые, которые тысячу километров от йоги, миллионов, на самом деле йоги в глубине души по сути своей. поэтому никогда не цепляйтесь к форме, а ищите содержание. И вот это сделает вам, вы можете ничего не знать. Содержание важно. Форма, а мы же на форму все цепляемся. О, красиво, как там, харизматично или еще что-то там. Хорошо. Так, это вот Ира задала вопрос, я разболтался. Окей. Ну, что же, смотрите, у нас сегодня практика по методу медитации, развитию медитации. Чуть-чуть подробнее мы поговорим об этом в следующее воскресенье. Поэтому посмотрите к этому воскресенью еще раз. Кто не посмотрел, там, семинар номер два, где объясняется, что там есть специфическая мета-медитация, не специфическая, да, то есть такая превосходящая барьеры. Вот, то есть, когда мы занимаемся специфической мета-медитацией, мы начинаем с себя, да, то есть то, что мы делали на прошлой неделе. То есть мы учимся генерировать мету по отношению к самому себе. Тогда наше напряжение начинает уменьшаться, сердце становится более мягким, это на самом деле ум мягкий становится. Вот это такое мягкость ума, я вот тоже там почувствовал какой-то, ну, не сразу приезд в монастырь, просто ты понимаешь, какой ум, он как бы прилипает, он даже к объекту медитации прилипает, то есть уже начинается, ты концентрацию держишь без такого суперусилия, он просто как бы, ты в какой-то момент такой пум, и чувствуешь, что тебе, в принципе, даже уже не нужно такого большого усилия, как раньше, он просто остается на каждом касании, например, там, если про сумму и по основу говорит. Поэтому мы сейчас с вами помедитируем в развитии, да, то есть после того, как мы поработали в развитии метода медитации по отношению к себе, мы уже начинаем выбирать в качестве объектов медитации следующих, там, конкретного человека, там, или так далее, группы людей, и сегодня, сейчас вот мы с вами сделаем, обычно, обычно мы выбираем вторым, вторым человеком какого-либо учителя, ну, традиционно это монахов выбирают, выбирают, то есть человека, который является для вас ориентиром в развитии качеств, качеств, человеческих качеств, качеств ума, вот, это следующий шаг, и дальше мы идем уже, так скажем, переходим к следующим, к следующим, к следующим этапам, вот, сейчас мы сделаем эту, пройдем по этим ступенькам, вот, мы сделаем 20, ну, у меня стоит тут 26 минут, сделаем 26 минут, ну, почему бы не сделать 26 минут, вот, поэтому давайте усаживайтесь поудобно, а потом еще, если будет время, у нас останется пообщаемся, вот, располагайтесь удобно, чтобы вы постарались не отвлекаться на тело, в принципе, еще раз повторю, мету-медитацию, если вам удобнее сидеть там на подушечках, можете сейчас сидеть на подушечках, тут нет каких-то таких особых указаний, сделайте так, чтобы вы могли забыть тело, приготувьтесь, и настроитесь, я обычно делаю там вдох-выдох, такой вдох-выдох, там, один, два, три раза, да, чтобы, это, вот, как бы, такой, такой вход, настройка на медитацию, то есть, значит, обычно, что происходит, мы поднимаем форму тела новую для медитации, в Бирме, кстати, ребят, не рекомендуется сидеть в той позе, в которой вы медитируете, не рекомендуется сидеть в других ситуациях, чтобы ум, как бы, знал, если вы сели в позу для медитации, значит, вы начали медитировать, то есть, он уже сразу, моментально включался как можно быстрее, то есть, это вот такая штука существует, так, сейчас я звук выключу, то у нас какие-нибудь лягушки начнут плакать, блин, во время медитации придется нам им посылать меду, и произнесите, можете представить себя в состоянии радости, ровности, покоя, доброжелательности, свое лицо, когда вы, как вы выглядите в этом состоянии, мы все это знаем, и произнесите три раза метта, ну так, с остановками, сейчас, прежде чем начинать, продолжать медитировать, вот на втором шаге, я не договорил, мы берем человека, которому мы испытываем почтение, можете сейчас, так долго не думая, выбрать человека, которому вы испытываете почтение, чтобы транслировать на втором шаге метод, еще раз возвращаемся, вдох-выдох, представьте себя в состоянии покоя, радости, такой тихой радости, дружелюбия, и произнесите три фразы слова метта, 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 и представьте, направьте это намерение, дружелюбие к самому себе, и можете произнести любую формулу, пусть я буду свободен от враждебности, печали, несчастья, пусть я буду здоров и счастлив, пусть я буду свободен от враждебности, печали, от бед, от несчастья, пусть я буду здоров и счастлив, вы можете сократить для себя эту формулу, как вам лучше произносится, с таким же смыслом, пусть я буду свободен от враждебности, от несчастья, пусть я буду здоров и счастлив, продолжайте самостоятельно, пробуйте чувствовать это состояние дружелюбия в себе, дружелюбия в себе, от несчастья, от несчастья, от бед, пусть я буду здоров и счастлив, здоровья в себе, от несчастья, ощущение, дружелюбие, попробуйте его вновь генерировать в себе. Можете представить себя как отражение в зеркало, когда вы в этом таком дружелюбном, тихом, радостном, спокойном состоянии. И вновь повторяйте. Пусть я буду свободен от рождественности, от несчастья, от бед. Пусть я буду радостен, здоров и счастлив. Пусть я буду свободен от рождественности, от недугов, печалей и жалоб. Пусть мое тело и ум всегда будут здоровы и счастливы. Наполняя себя таким образом позитивной силой мысли любви и дружелюбия, вы становитесь похожи на наполненный сосуд, который переливается во все стороны. Далее визуализируйте уважаемого человека, монаха, своего учителя медитации, если он жив. Или другого человека, живого, который вызывает у вас почтение. Увидите его в радостном настроении и спроецируйте мысль. Пусть мой наставник будет свободен от рождественности, от недугов, от бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть он живет счастлив. Этот человек – радостное настроение, и вы транслируйте дружелюбие. Пусть мой учитель будет свободен от рождественности, от недугов, от бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть он живет счастливо. Пусть мой наставник, учитель, будет свободен от рождественности, от недугов, от бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть он живет счастливо. Пусть он живет счастливо. Пусть мой учитель будет свободен от рождественности, от болезни и бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть мой учитель будет свободен от рождественности, от недугов и бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Затем подумайте о других людях, которые также необходимо почитать, которые тоже живые. Это могут быть другие учителя, другие монахи, родители, старшие, старшие друзья, старшие наставники. И интенсивно распространите на каждого из них мету в таком же варианте. Пусть эти люди, этот человек будет свободен от рождественности, свободен от недугов и бедствий. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть этот человек будет свободен от рождественности, свободен от недугов и бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть он живет счастливо. Пусть этот человек будет свободен от рождественности, свободен от болезни и бедствий. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Продолжайте самостоятельно. Это может быть близкий человек. Пусть он будет свободен от рождественности, свободен от болезни и бедствий. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть он живет счастливо. Вы излучили метту сначала для себя, потом учителя медитации, потом другим почитаемым людям. И теперь представьте по очереди своих близких, начиная с членов своей семьи, посылая каждому из них обильные лучи любви и доброты. Нам необходимо помнить, что благотворительность начинается дома. Если не любить своих, то ты не можешь любить и чужих. Пусть этот человек будет свободен от рождественности, свободен от недугов и бедствий. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть они живут счастливо. Если вы теряете это состояние, дружелюбие, представьте этого человека в радостном состоянии. Почувствуйте это ощущение любви и дружелюбия. И повторите. Пусть он будет свободен от рождественности, свободен от болезни и бедствий. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Пусть он живет счастливо. Вы можете выбрать по очереди одного-два члена семьи. Но закончите на самом близком человеке. Это может быть муж или жена, партнер. И следите, чтобы дружелюбие, которое вы ему посылаете, не превращалось в интимную составляющую, не имело окраса. И пошлите метту этому человеку. Пусть он будет свободен от враждебности, от болезней и недугов. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Продолжение следует... И вы можете представлять этих людей в дружелюбном состоянии, чтобы почувствовать это переживание в своем уме. И продолжайте посылать метту, ощущать эту метту в себе, повторяя время от времени слова. Пусть он будет свободен от враждебности, от недугов, болезней и бедствий. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Спасибо. Спасибо. Далее мы переходим к нейтральным людям, к тем, кому вы не испытываете ни симпатии, ни антипатии. Это могут быть соседи, коллеги по работе, просто знакомые. Вы можете представить такого человека и также сформировать себе метод по отношению к нему и произнести слова, представляя этого человека в дружелюбном состоянии. Пусть он будет свободен от враждебности, болезней и бед. Пусть он всегда будет здоров и счастлив. Спасибо. 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 Пусть он будет свободен от враждебности. В будущем вы можете на каждом этапе брать нескольких людей по очереди. А сейчас мы переходим к последнему шагу. Нам необходимо представить себе человека, которым испытываешь неприязнь, непонимание, враждебность, какое-либо предубеждение. Кого-то, с кем возникло временное непонимание, недопонимание и враждебность. Представляя таких неприятных людей, мысленно повторите для каждого. Я не испытываю к нему вражды. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Это сложный этап, потому что, вспоминая такого человека, у вас могут рождаться негативные эмоции. Если вы это наблюдаете, пока этот шаг для вас рано делать. Но сейчас мы повторяем, продолжаем мысленно транслировать дружелюбие, доброту, любовь к этому человеку и повторять… Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Продолжение следует... Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к нему вражды. Пусть он также не испытывает вражды ко мне. Пусть он будет здоров и счастлив всегда. И в конце мы возвращаемся к себе и начинаем вновь транслировать метод по отношению к себе. Представьте себя в радостном, дружелюбном состоянии. Почувствуйте дружелюбие к себе и произнесите. Пусть я буду свободен от враждебности, бедствий и несчастья. Пусть я буду здоров и счастлив всегда. Я не испытываю к себе вражды. Пусть я буду без враждебности. Пусть я буду без болезней и бед. Пусть я буду счастлив всегда. Да буду я без враждебности, без несчастья и бед. Пусть я буду радостен, здоров и счастлив всегда. Да буду я без враждебности, без недугов и болезней, без бед. Пусть я буду радостен, здоров и счастлив всегда. Продолжайте. Сладь метод к себе. Пусть я буду свободен от враждебности, от болезни, от печали, от жалоб и бед. Пусть мое тело и ум всегда будут радостны, здоровы и счастливы. Произнося эти слова, чувствуйте в своем сердце. Это оздоравливающее ощущение меты, исцеляющее вас и всех вокруг. Пусть я буду свободен от враждебности. От недугов и печали, от недугов и печали, от жалоб и бед. Пусть я всегда буду радостен, здоров и счастлив. Пусть я буду свободен от враждебности, от недугов, от печали, жалоб и бед. Пусть я буду всегда радостен, здоров и счастлив. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, то есть оно мелькает. Поэтому, то есть если вы вдруг видите, что, ну, то есть там даже к нейтральным людям, ну, в принципе, так скажем, без проблем. Но с людьми, с которыми у нас есть какой-то момент такой, может быть, еще свежий даже, ну, или, наоборот, такой, который долго длится. Вот если вы будете очень внимательны, вы можете заметить, в уме возникают такие моменты, вот, тонкие движения ума. Вот если вы это наблюдаете, значит, нужно еще больше поработать над предыдущими этапами, особенно к себе. Я специально завершил медитацию, чтобы к себе, чтобы мы, ну, к себе нам легче научиться испытывать вот это дружелюбие. Хотя тоже многим достаточно сложно, потому что мы, у нас есть вот, типа, я не такой, вот, я ничего не стою, там, или я что-то не сделал, не достиг, вот, или еще что-то. То есть, вот такое самоосуждение, то есть, все эти вот эти мысли, на самом деле, абсолютно без, ну, то есть, они, как бы, с одной стороны, могут нас стимулировать, но, с другой стороны, они не искусны. То есть, можно и без них обходиться и продолжать там исправлять себя. Вот, в этом плане, вот, мета-медитация для нас, особенно, так как мы живем в таком, ну, в такой цивилизации, сравнение. Ну, понятно, что это естественный механизм, но сейчас очень много картинок всяких, которые, так вот, толкают нас на сравнение самого себя с какими-то мифическими фигурами, которых нет на самом деле. Есть просто говорящая голова, блин, состоящая из кода, блин, в инстаграм. То есть, не живой человек. Вот. Вопросы, ребят? Нет вопросов? Ну, хорошо, да, ставим вопросы на... У меня один. Давай, давай. Ты в Испании? Я, да. Я специально спрашиваю. О чем это говорит? Это правильно, неправильно? То есть, вообще, с точки зрения медитации, то, что вот у меня, например, у меня нет, я заметила... Ну, вот, мне сложно испытывать какое-то ощущение к человеку, как к человеку. То есть, допустим, даже вот с точки зрения негатива, например, да, мне сложно даже было удерживать это, ну, вот, именно вот взгляд на человека, и у меня, как бы, с точки зрения и благодарность, и, то есть, тот же... Короче, я все переформулирую на то, как бы сказать, то, что я вижу человека не как человека, а как контекст моей жизни. То есть, тот же, например, мета или что-то такое, я это рассматриваю не как что-то вот отдельное, существующее, а просто что-то, что контекст моей жизни. Поэтому даже вот с точки зрения, допустим, людей, с которыми у меня там, например, можно бы это расценить как негативное что-то, допустим, было, да, то там мы, поэтому, как бы, это плюс с этой точки зрения, да, потому что они тоже не видятся мной как живые люди, они видят со мной просто как контекст, и я не могу в контексте испытывать негатив. Я испытываю к этому благодарность, потому что это контекст. Но то же самое, как бы, и к тем, кому я испытываю благодарность, я не знаю, как бы это, как вообще правильно, ну, я, в общем, я вот такое просто заметила, то, что это, то есть, я не вижу человека как человека. Ну, то есть, я могу, если постараюсь, да, но... Ты испытываешь вообще какая-нибудь раздражение, Аня? Например, можете описать? Ну, раздражение, это же, ну, как бы, такое распространенное чувство. Ну, к кому-то или в плане, или к себе? Или вообще в плане, как ощущение? Ну, хорошо, возьмем к кому-то. Кому-то реже, ну, я могу сказать, что к себе иногда, да, но даже не к себе, а если, например, у меня, там, я что-то недосмотрела или что-то перегрузилась, то у меня будет раздраженное состояние, в принципе, неприятное. Ну, вот. Нет, смотри, мы в любом случае, смотри, раздраженное состояние, это следствие так называемого сгрязнения ума, но оно проявляется конкретно, оно не проявляется абстрактно. Оно не может проявиться, ну, хотя может, на самом деле, но все равно через, опосредованно через, то есть раздражение может быть там, что, недовольство, точнее, это больше уже. Вот, то есть, ну, нужно посмотреть, я, ты просто, как это, знаешь, не, на самом деле все достаточно просто и все очень близко. То есть, для этого не нужно создавать какие-то дополнительные такие конструкции, вот, философского или другого порядка, вот, то есть, есть живые люди, они вокруг, есть я. И вот, и к себе мы недовольны собой, можем быть целыми днями, часами. И к людям, людьми мы можем недовольны быть, и можем раздражение у нас возникнуть, и там обида какая-то, и, ну, то есть, вот, весь спектр эмоций по отношению к людям или к себе. То есть, ты можешь говорить, что это я, ну, как бы отношусь к людям как к контексту, но поверь, что если ты будешь вот к другу относиться как к контексту, у тебя этот друг от тебя убежит. Потому что любой живой человек, он хочет взаимного. А если он для тебя как контекст, подожди, 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 понимаешь, ну, ты вот, как бы, для меня там, типа, вот, какие-то люди враждебны, это контекст. Но на самом деле это не так. Мы относимся к людям, вот, мы можем, там, относиться к ним с пониманием, там, с принятием и так далее. А можем, время от времени у нас может возникать какая-то негативная история по отношению к людям. Хорошо, если это, там, редко бывает. Очень хорошо. Но если, например, к себе у меня есть недовольство, то на самом деле, если у меня по отношению к себе недовольство собой, то, поверь, недовольство другими людьми, оно обязательно присутствует. Потому что невозможно, если ты к себе, к собой недоволен, относиться к другим только в дружелюбии. Будет какое-то раздражение, будет обиды, там, или еще что-то. Ну, у каждого своя какая-то эмоция возникает. Потому что, еще раз скажу, что если я к себе, к себе не могу, вот, дружелюбно относиться, то есть, ну, то, что вот это слово не принимаю, оно такое немножко зыбкое. Я поэтому не очень люблю его произносить. В общем, короче, понаблюдай, и, ну, как, не обязательно создавать вот такие вещи. То есть, есть эмоция, есть, вот, я ее знаю, что она во мне есть. Я знаю, что я раздражу. Почему? Ну, вот так вот. Жду человека не то, что вот он дает мне. Недоволен своими обстоятельствами жизни, а другой человек вот такой, мелькает перед глазами, там, еще что-то. То есть, эти вещи, они у каждого из нас, ну, как бы, присутствуют. В большей, меньшей степени, в зависимости от того, какой хороший, плохой день. Вот, но просто это нужно замечать, наблюдать. Вот тут особо, там, как, оно есть или есть, нет или нет. Не обязательно оно должно быть всегда, естественно. Ладно, давайте я вам, короче, у меня есть для вас заготовка. Это заготовка. Сейчас включу экран. Начать трансляцию. Так, выключите звук. Сейчас. Сейчас я. Ой. Ну, че, врубаем. Не хочет. Видео. Так, ну как. Заготовка не удалась, что ли? Ладно, другое сейчас. У меня есть вторая заготовка, не волнуйтесь. У тебя уши поломаны? Да, это я занимался борьбой в детстве просто. А-а-а. А ничего грустите лежите. А что у тебя за акцент такой? Я с ростовской области просто. Это говор называется южный. Мне все постоянно говорят, я устал уже каждому объяснять, что у нас на юге многие разоваривают вот примерно так. Ну, это слишком деревенский акцент. Так, а я живу в ростовской области, в маленькой деревушке, называется Городовикова. Заезжайте к нам в гости, покажу вам свое хозяйство. Какое у вас хозяйство? Ну, у нас коровок 10 штук, козочек тоже разводим. Поле у нас 4 гектара, тоже выращиваем там. Пшеницу, немного овощей, так что заезжайте. А траву выращиваете? Ну, чтобы, конечно, чтобы скот кормить, как иначе. А вы откуда сами? Ясно, в Сибирске. Ой, классный город, кстати. Говорят, что третий город в России, слышали? Да. Написал стихотворение про Сибирь. Могу вам рассказать. Ну, давай. Хорошо. Как вас звать? Диану. Яна? Диана. А, Диана, хорошо. Меня Геннадий, если что. Для Дианы тогда стихотворение про Сибирь. Тебя любили. Меня любили. Но как это делать? Жуть. Я никогда не бывал в Сибири, я, видимо, не окажусь. Там, где лютые и злые морозы тянутся шлейфом твоих духов, Я бы не сложил километры прозы с сотнями верст и тебе стихов. В дальнем, белом, глухом манеже бойзно жить, затеряться в тайге. И никогда не заменит свежесть наша гнусавая южная э. Да и глаза твои озорные. В зареве наших янтерных зорь смотрятся краше, глубже и шире, чем лазурит небеса и море. Я бы на юге такого не встретил, даже проехав дорогами всеми. И если это не холод и ветер, то чем же тогда так пленяет север? Может, в Сибири любовь иная? Может, для южных она добрее? Может, там прошлое не вспоминают или друг друга иначе греют? Где, когда и кого любили, я не хочу вспоминать даже. А я никогда не бывал в Сибири. Какая она? Расскажешь? Так, ребят, на самом деле там было лучшее видео, потому что тут как бы более универсальное, потому что тут у нас просто, ну, посмотрите, сейчас я попробую еще раз включить YouTube. Вот, терпите, короче, ребят, потому что там про любовь, а про любовь все любят. Вот, ну, про другую, конечно, но все равно. Сейчас попробуем. Не хочет он YouTube проигрывать. Короче, вот я вам скину ссылку. Знаете, мне больше всего понравилось на 17.09. Все, я скопирую. Тут, наверное, плохо слышно было. Посмотрите, 17.09, я вам в YouTube скину ссылочку. Человек читает стихи. Возвращает нам любовь к поэзии. Таким современным способом. Это, я считаю, что очень клево. Я желаю вам хороших дней. Мы встречаемся в воскресенье. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok